В ушедшем году в сфере промышленности Тверская область все усилия сосредоточила на выпуске машин, готовых металлических изделий и оборудования. А вот производить кожи, текстиля, обуви и напитков стало несколько меньше. С чем это связано, специалисты не говорят. Зато причину сильного падения объемов строительства на 43% объясняют. В Тверстате говорят, вероятно, такие цифры связаны с завершением масштабных работ на КС по взведению 4-го энергоблока. По индексу промышленного производства Тверская область занимает 17 место среди регионов Российской Федерации и 7 место среди субъектов Центрального Федерального округа. Темпы строительства жилого фонда по сравнению с прошлым годом тоже на 4%, но уменьшились. Спрос же на квадратные метры только растет, что не смогло, как всегда, не отразиться на их стоимости. Один квадратный метр на первичном рынке жилья можно было приобрести за 48 тысяч рублей, на вторичном за 52. Цены на первичном рынке выросли на 7,2% и на вторичном рынке на 4,8%. На первичном рынке цены учитываются по методике Росстата без учета стоимости отделки, поэтому стоимость отделки цены на первичном рынке жилья могут колебаться от 10 до 30%. Не на передовых позициях в регионе объем продукции сельского хозяйства. По оценкам Тверстата, из-за плохой погоды летом и осенью урожай зерновых культур значительно уменьшился. Африканская чума, вылившаяся в массовое сжигание свиней, тоже сделала свое дело. Снижение поголовья свиней в 2019 году составило 19,5%. Если сравнивать итоги сельскохозяйственной деятельности в 2019 году, их можно расценить позитивно, потому как если сравнивать итоги 2012 года не с 2011, а с 2010 годом, то индекс производства сельскохозяйственной продукции по сравнению с 2010 годом был на 20% выше. Уровень инфляции в этом году в регионе вырос, но не превысил 7% планку, которую ставило правительство России. Жизнь в целом стала дороже, но говорить о том, что повышение цен съедает все доходы или зарплату тверетян, нельзя, отмечают специалисты. За январь-ноябрь 2012 средняя заработная плата в нашем регионе составила почти 20 тысяч рублей. Что на 10,7% выше, чем в январе-ноябре 2011 года, и ее реальный размер с учетом индекса цен на товары и услуги увеличился на 5,4%. По уровню среднемесячной заработной платы Тверская область среди субъектов Центрального федерального округа занимает шестое место. Подводят в Тверстате итоги рождаемости за год. На сегодняшний день на свет появилось более 14 тысяч детей. Эта цифра не может не радовать. Демография сделала большой шаг вперед. 2012 в истории региона сейчас вписан как год самой высокой рождаемости и самой низкой смертности за последние 20 лет. Однако от щедринского слова «выморочный» освободиться Верхневолжью пока так и не удается. И численность населения нашего региона уменьшилась с начала 2012 года на 8 тысяч человек, составила на 1 января текущего года 1 млн 334 тысячи человек. Сокращение было вызвано естественной убылью населения. Число умерших за истекший год превысило число родившихся в 1,6 раза.